В этом видеоролике мы отправились в заброшенную деревню, для того, чтобы провести там ночь. Какие испытания и какие находки встретились нам на пути, вы увидите в этом видео. Так что не забывайте поддерживать его лайком, просмотром от начала до самого конца, без перемотки. Также вы увидите, как нас встретили местные жители и как мы сломали машину. Мы разогнались на ней до скорости 160 километров. Впоследствии это сыграло с нами злую шутку. В общем, ролик получился очень интересный, желаю вам приятного просмотра. С вами Инферниус, направляемся в заброшенную деревню. Всем привет, с вами Инферниус и это мое новое видео. Сегодня снова мы едем для того, чтобы провести ночь в какой-то новой заброшенной деревне. Ролики не выходили достаточно давно, но вот сегодня мы выбрались, как можете видеть, по заднему фону. Мы едем на Таврии. Очень долго я не хотела она этого делать, скажу я вам. И то, что мы доедем и вернемся, это вопрос очень большой, потому что как бы она едет, но все очень ужасно. Сейчас я вам все это покажу. Не забывайте перед просмотром видео обязательно ставить лайки, подписываться, писать комментарии. И едем мы сегодня с Семеном. Здорово. Здорово, здорово. Семен, веди себя адекватно. Да. У нас тут запасной аккумулятор, короче, вещи. И самое основное, что нам сейчас надо сделать, это, поглядите вы просто, что тут находится. Вот, если что, наша запаска. Так что у нас запаски, как вы понимаете, нет. Если мы пробьем колесо, то придется перебывать вот этот вот диск и ехать просто на диске. Сейчас я хочу залить воды в бачок антифриза, потому что мы испытываем сильное перегревание. Мы проехали где-то километров 40 и уже очень сильно перегрелись. Тут просто отвертка лежит. В общем, не машина, а мечта. Вот. Ждет нас сейчас увлекательные 300 километров в одну сторону. Короче, в общей сложности нам надо проехать где-то 700 километров. Единственный вопрос только в том, справится ли с этим Таврия. Надеюсь, она не газированная. Решили немножко передохнуть в дороге, потому что очень жарко и рулить, если честно, немножко подустал. Семен, во что это ты играешь? Да вот, нашел игруху прикольную, блин. Представляешь, GTA на телефон выпустили, Grand Mobile называется. Я зарубимся сегодня вечером. Я, кстати, тоже играю. Да, нифига, реально, что ли? Да. Grand Mobile это очень крутая многопользовательская игра, в которой ты можешь стать кем угодно. Залетай играть вместе с нами на третий сервер. Также по моему промокоду вы получите халявный гелик 30 тысяч и VIP статус на 7 дней. Ссылочку на скачивание Grand Mobile я оставил в описании под этим видео, а также в закрепленном комментарии. Блин, мне теперь придется заново аккаунт пересоздать, чтобы здесь получить. Что, промокод используешь? Нет. Ну ничего. Давно играешь? Да неделю где-то уже играешь. Вообще офигенно играешь. Вам заправиться. Тут был замок, но я решил, он перестал открываться, я его вырвал. Заехали мы в KFC перекусить и вот первая проблема, Таврия уже не заводится. Не заводится, но ничего. На этот случай у меня припасено кое-что. Сейчас посмотрим, сработает это или нет. Момент истины. Таврия – это та машина, где можно приспособиться абсолютно ко всему. Знакомые места. Машина меняется, места нет. Кто смотрел мой предыдущий видеоролик, тот, наверное, узнал эту заправку, потому что только тут можно заплатить через Тинькофф, не выходя из машины. Позади уже где-то 5 часов дороги, нам осталось ехать всего лишь полтора часа, и мы уже будем на месте. Так что уже совсем скоро начнется наше выживание. Смотрите, какая необычная тут штуковина. Заправка очень красивая, мне очень нравится. Старая, да, такая? Угу. Какая просто, это такая красивая заправка. Если о плохих новостях, то мы как раз заметили, что привезли новые заправочные аппараты, поэтому я думаю, что в скором времени вот эти старые поменяют и поставят вот такие вот новые. что недолго еще просуществует это атмосферное место. А мы уже, наверное, сейчас садимся, и последний рывок, и уже будем на месте. Немножко, конечно, я устал рулить столько, тем более на Таврии, но что поделаешь. Семен, 120. Ну что, господа, до места назначения нам осталось всего ничего. Огромный путь уже проделали. 40 минут всего ехать. Дальше я думаю, что уже связь у нас окончательно пропадет. Так что я абсолютно не знаю, что нас ждет, когда мы доедем, сможем ли мы. Конечно, хотелось бы прямо хоть до этой деревни прорваться на Таврии, потому что раз тут Таврия, значит, нужно идти до конца, до победного. Я уверен, что она нас не подведет. Таврия, это, как вам сказать, на всех дальних каких-то путешествиях она никогда не ломалась и постоянно довозила нас до места назначения и обратно. А вот когда на какие-то короткие дистанции едешь, там, 40 километров, постоянно что-то отваливается. Вот мы уже проехали три сотни километров, и на удивление, тьфу-тьфу-тьфу, еще ничего не отвалилось. Семен там в образ входит. В общем, осталось совсем чуть-чуть, даже, возможно, доедем по светлу. Если нам повезет, и все-таки там будут какие-то сохранившиеся дома, это будет очень круто. Поэтому сейчас немножко перекусим и в путь. Ну что, мы столкнулись опять с тем, что Таврия не заводится. Кстати, может быть, среди моих подписчиков есть какой-то безумец, кто готов у меня купить эту легендарную машину. Я с огромным удовольствием ее продам какому-нибудь безумцу-подписчику. Вот. Поэтому, кто готов, пишите мне, не знаю, заходите в мой телеграм-канал. Давайте, кстати, добьем там 10 тысяч подписчиков. Осталось всего 800 человек. Вот каждый, кто это смотрит, зайдите по ссылке в описании в телеграм-канал мой и подпишитесь. Также напишите там в комментах, ну, в самом канале, если кто-то хочет купить у меня Таврия. Вот, обсудим с вами. Если что, всему научу, что как едет, как видите, чтобы возить что-то там и ездить, и угорать. Отличная машина. Ну, смотрим, смотрим. Опять мое изобретение. Заведется, нет, как думаешь? Думаю, да. Надеюсь, по крайней мере. Едем. В общем, мы только что-то ехали и увидели перевернутую в кувете сгорелую машину. Как-то раз ночью мы ехали с Машей, и посреди потемок мне показалось, что машины в кувете, но это оказались всего лишь бетонные плиты. Вот, в этот раз тут реально сгорела перевернутая машина. Прямо посмотреть очень интересно на это. А сначала, кстати, показалось, что это бетонные плиты. Реально? Мне сразу показалось, что это машина. Такое ощущение, что тут аж столб сбили. Такое ощущение, как будто недавно было. Можно вот суппорты снять. Но тут сгорело все вообще напрочь. Ну, это авария, да, была? Ну, мне кажется, ну, занос съехал и перевернулось. И загорелось, да? Понять, что за автомобиль, конечно, сложно. Тебе нужно вверх ногами сесть, Семен. Я вот и так не могу ногами сесть. Уже почти доехали до точки назначения. Пока что дорога многообещающая. Сайд-сайд-сайд-сайд-сайд-сайд-сайд-сайд-сайд-сайд-сайд-сайд-сайд. Ну, что вам сказать? Мы приехали в заброшенную деревню. На удивление, на машине. Смотрите, сколько домов. В общем, можем видеть здесь очень много заброшенных домов. Не знаю, что по состоянию, но надеюсь, что нам удастся найти что-нибудь. Дорога тут уже такая себе. Можно даже, я думаю, ненароком забуксовать. Где-то. Нормально по полям, да, едет? Таврия вообще замечательная машина. Ее не жалко. Везде, где хочешь проесть. Смотрите, вот дерево. Хоп! Хоп! Нет дерева. Ой-ой-ой. А вот тут уже проблемы могут быть. Но не у Таврия. Вот, собственно, мы и в деревне. Тут очень много домов. Я даже не знаю, успеем ли мы все их обойти. Но сразу вижу, что посмотреть тут есть на что. Посмотрите просто на этот дом, на его состояние. И можем видеть, что там открыта дверь. Хоть и висит замок. Я думаю, сейчас очень много всяких интересных находок у нас получится найти. Но самое главное во всем нашем испытании, то, что мы находимся неизвестно где. Тут, наверное, до дороги нормальный километров 15. И вот это вот. Если завтра не заведется, то нас отсюда даже никто не сможет как-то на тросу уволочить. Но только если нам придется 15 километров ее вот так вот, ты готов к этому? В общем, чтобы вы понимали, у Таврии есть такая особенность. Она может просто не завестись. Вот сейчас давайте попробуем. Я тут сейчас катался и нагрел ее до 120 градусов. Сейчас заведется, не? Как можем видеть, сейчас она уже не заводится. Но, если что, есть всегда спасательная кнопка, которая, надеюсь, нам завтра поможет. И мы сможем отсюда выбраться. Поэтому сейчас собираем вещи и будем, наверное, уже вдвигаться. Хотя вещи можем просто собрать и походить без огромных рюкзаков. У нас сегодня в планах провести ночь в этой деревне. Надо какой-то более-менее хороший дом найти, чтобы ветра не было. И можно покушать было, приготовить. Семен, почему так странно улыбаешься сюда? Ничего, я просто рад очень сюда попасть. Это круто. Господа, что вы думаете? Вы, наверное, хотите спросить, как так вышло? Жесть полная. А я вам скажу, как. Ой-ёй-ёй, ой-ёй-ёй. Минус-дрон. Пиздец. В общем, он начал лететь на меня. Я его никак бы не словил. Я ничего лучше не придумал, как вот так ногой его остановить. В общем, я заспартанил себе дрон. Видео о том, как я разбил свой дрон, будет в моём телеграм-канале. Поэтому подписывайся, ссылочка в описании и смотри все вырезанные моменты там. Также, каждый, кто это смотрит, подпишитесь, вам же не сложно. Давайте добьём 10 тысяч подписчиков. Осталось всего чуть-чуть. Ему больно. Давай ему придушим, его придушим, чтобы он не мучился. Я даже не знаю, сколько это будет починить, если честно. Ну и удар у тебя, я бы с тобой не связывался. Ну что, мы пока что с Семёном решили разделиться. Он пойдёт вон в те дома сходит, посмотрит, что там. А я хочу зайти вот в этот вот дом. Он прям такой вот. Первый, который бросился в глаза. И всё-таки я не ошибся. Тут уже всё поросшее. Видно, что давно тут никого нету. Птица вылетела. Давайте посмотрим, что у него внутри. Интересно, внутри он по состоянию такой же хороший, как и снаружи? Ну, можем видеть то, что он совсем как будто бы свежий. Недавно из него выехали. Мебель вся на месте. Вообще много всего. Как будто его вот построили совсем недавно. Давайте посмотрим, как выглядит дом изнутри. Состояние, конечно, такое себе. Как будто специально кто-то всё сломал, разодрал. И мы имеем вот такую вот картину. У меня ожидания были намного более обещающие, нежели то, что я сейчас тут увидел. Печку тоже разобрали. Сразу можем понять, что тут точно никто не живёт. Вот эта часть дома выглядит как старая. А вот эта как будто новая пристройка. Да, конечно, обидно. Я думал, что тут будет получше. Давайте поднимемся на чердак. Посмотрим, в каком состоянии он. Ну, как обычно, в принципе, ничего особенного. Тоже печка разобрана. Какие-то старые кувшины. Может быть, в них когда-то что-то и прятали. Но я думаю, что это уже всё давно унесли. Это для скота помещение. Можем видеть, настолько здесь всё давно запустело, что даже вот такой вот росток пробился. Давайте сразу выйдем через боковую дверь. По самой обстановке очень всё круто выглядит. Я всё-таки надеюсь. Я уверен, что мы не успеем обойти все здания до того, как стемнеет. Но вон сирень растёт кустами. Сразу вспоминаю людей, которые эту сирень продают. Не знаю, может, в больших городах сирень это какой-то прямо дефицит. Напишите в комментарии. Я сейчас думаю пройти по вот этой вот улице как раз в сторону, где огромное количество домов. Может, мне всё-таки удастся найти какой-то прям очень хорошо сохранившийся дом, чтобы в нём можно было с комфортом переночевать. Потому что у нас нету ни палатки, у нас просто летние спальники. Всё-таки сезон уже тёплый. Поэтому я понадеялся на то, что хватит нам летних спальников. Наконец-то деревня, которая не просто состоится из таких вот домов, как мы ездили в предыдущем видео. Кто не смотрел, кстати, посмотрите. Но, правда, там все дома были примерно похожи на вот это. Приятно, когда ты приезжаешь в заброшенную деревню, найти какую-то старину, сохранившиеся вещи, а не просто руины. И вот тут, судя по всему, сейчас будет водоём. Давайте посмотрим, как он выглядит. Сейчас такое самое, я думаю, красивое время, потому что закат и всё в таких тёплых цветах выглядит очень атмосферно. Болото какое-то. На самом деле уже хочется сильно есть. Уже жду того момента, когда мы в каком-то доме обоснуемся. Начнём готовить. Сегодня мы хотим приготовить гречку с тушёнкой. Это излюбленное блюдо, которое мы периодически готовим в наших походах. Тут можем видеть, вообще кто-то траву косит. Как будто бы. Возможно, я сейчас пройдусь и выдох какой-то действующей части этой деревни. Обратите внимание, какой необычный дом с такими вот фресками. Всё тут заросшее. Вот я вот так одет. Это вся одежда, которая у меня есть. И мне уже очень холодно. Меня прям чуть-чуть потрусывает. Возможно, сегодня ночью кто-то из нас замёрзнет. Наверное, это буду я. Какие-то прямо джунгли. Можем видеть, тут намного больше осталось каких-то вещей, нежели в первом доме, который мы посетили. Конечно же, снятый пол. Куда же без него? Думаю, что туда нет смысла ходить, потому что мы можем тут видеть такие доски. Видно, что подпилили и увезли на дрова. Тут какой-то выпотрошенный временем и съеденный молью, наверное, медведь. Странно, вот так выели. Ровно половину почти. Ну, а тут скотный двор. Тут уже всё начинает обрушаться. Почему-то вот по классике у всех вот таких вот домов отваливается задний двор. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что это всё вот так вот сделано. Хотя раньше, наверное, делали как получалось. Особо не заморачивались. Лишь бы всё стояло. Всё равно такое построить, я думаю, достаточно сложно. Посмотрите, какой переплёт вот этого покрытия потолочного. Там вот, как я понимаю, кора или какие-то тонко напиленные досочки вот так вот выложены в мозаику, между собой скреплены. В общем, выглядит это достаточно трудозатратно. Как чешуя из дерева. Тут можем видеть прям как будто какое-то присутствие цивилизации. Мне так кажется. Покошенная дорога. Дома в таком хорошем состоянии. Проводка, конечно, к ним не подведена. Но, знаете, я думаю, внутрь мы можем. Не хотелось бы сейчас с какими-нибудь жителями встретиться. Хотя проводов тут я не наблюдаю. Очередной дом. Закрыт он. Так, холодильник даже. Ой-ой-ой. Вот тут прям много так всего интересного. Днепр. Холодильник называется Днепр. Внутри, конечно же, пусто. Сундук. Тоже внутри пусто. Кладовое помещение. А вот и основная комната. Ой-ой-ой. Ничего себе. Тут и диваны есть. И вообще, ну, тут, в принципе, вот этот диван разобрать, если можно на него лечь. Смотрите. Кто-то дров наколол к нашему приезду. Так, это уже хорошо. Это уже мне больше нравится, нежели те дома, которые мы встречали в первый раз. Сейчас попробую дойти, докуда это возможно. Если что, тут и за ночуем. Далеко идти не надо. Сразу нас встречают. Вот такой вот роскошный дом. Кстати, вон к тому проведены провода. Поэтому, возможно, там кто-то живет. Просто не знаю, как объяснить, что мы тут делаем. Если кто-то спросит. У меня уже был опыт беседы с жителями одной деревни заброшенной. В общем, мне не очень понравилось. Конечно, не исключено, что попадутся понимающие. Но это маловероятно. Ну, тоже тут все. Тут, конечно, победнее, нежели там. Но тоже что-то присутствует. Например, куча вещей. Вот это был телевизор. Его, конечно же, выкрутили. Поломали. Вот почему я каждый раз вот столько хожу и думаю, почему люди отсюда уехали. Смотрите, фотография. И наша любимая вставная челюсть. Прям уже второй раз нахожу подобный артефакт. В заброшенных деревнях выглядит жутковато. Такую вот маленькую фотографию можем найти. Когда-то тут прям жили люди. А теперь это просто стоит заброшенное. В последнее время очень редко получается выбраться такие вот поездки. Поэтому прям такие поездки на вес золота. К сожалению, сегодня не получилось все, как я планировал. Потому что чтобы всем поехать, это нужно всем собраться. И не всегда это получается. Поскольку работа и много-много всяких дел. Растет. Что-то мне не понравился этот звук. Как будто мне кричал Семен. Мне очень не понравился этот звук. Сейчас пойду к нему. Че? Что? Иду. Семен сказал, что он поймал птицу. Что? В общем, я читаю все ваши комментарии. Мне безумно приятно. Много людей, которые поддерживают и просто искренне пишут снимать дальше видео. У меня никогда нет никакого сценария. Также многие замечают, что у меня все искренне и без постанов. У меня никогда нет никакого сценария. У меня такая тактика, что я куда-то вот еду и всякие события происходят сами собой. Вот сегодня коптер я этот с ноги разбил. Сейчас он Семен птицу поймал. Понимаете? Какие-то интересные вещи они сами меня находят. Вот как тогда в речку провалился, замерз. Вот у меня вот так вот. Я ничего не придумываю, никакие заранее планы не выстраиваю. Я просто еду, не знаю куда. Я даже не знаю, как этот ролик будет выглядеть. Поэтому я очень рад, что многим людям нравится подобное. И огромное вам спасибо за то, что вы меня смотрите. Чем взрослее становишься, тем меньше свободного времени появляется. И вообще как-то сил, потому что работать, там еще многие дела у меня есть. Еще куда-то ездить снимать, тем более, когда нету даже нормального автомобиля. Это достаточно сложно. Семен, конечно, красавчик. Я не знаю, что он там поймал, но если это что-то очень интересное, то, ребята, я надеюсь, что вы на него подпишетесь. Хочу помочь просто Семену, потом вам, короче, расскажу. Всего один вопрос. Как? Подожди, подожди. Только не отпусти, не отпусти. Тихо, я не отпускаю. Что это такое? Синичка? Да. Реально? Да, да, да. Пипец, держи. Да, держу, держу. А не убежит от тебя? Да, не, не, с птицами очень хорошо умею обращаться. В заброшенных деревнях иногда порой приходится выживать и пытаться ловить, чтобы пропитаться все, что нас окружает. Сегодня Семен поймал синичку. Ну, ты милашка какая. Ладно, шучу. Конечно же, мы есть ее не будем, но показать вам я хотел ее. Да, да что тут есть-то? Впервые в жизни держу птичку в руках. Она такая невесомая. Такое ощущение, как будто вот прям... И она не особо боится, я бы сказал. Хотя немножко дорожит. Поглядите, какая. У нее надувается и живот почему-то. Улетела. Но не сразу. Ребята, хотел вас попросить, давайте поддержим Семена. Он просто старается над контентом, снимает видосы. Я хочу сделать ему небольшой такой подарок. Давайте добьем ему тысячу подписчиков. Нужно всего 700 человек. Если вот каждый, кто это смотрит, просто зайдет по ссылке в описании и подпишется на канал Семена, я думаю, ему будет очень приятно. Если что, я ему этого не говорил, поэтому можете написать ему там просто какие-то комментарии, но не говорите, что вы от меня. Я думаю, что он этого не заметит. В общем, всем, кто подпишется на Семена, огромное спасибо. Ссылка в описании. Я так подумал, в принципе, почему бы вон там, где я уже был, нам сейчас туда не стартануть на Таврии, потому что дорога там вроде как есть и проехать тоже можно. Как раз вещей и все рюкзаки можно с собой не тащить, а просто доехать на машине и занести только в дом, который нам понравится. Поэтому сейчас я хочу попробовать проехать туда на машине. Не знаю, что из этого получится и получится ли что-то вообще. Коль уж Таврия есть, почему бы ее максимально не испробовать. Сейчас вот, знаете, я не удивлен. Вот она не заводилась, а сейчас завелась. Я не знаю, что с ней такое. Так, ну что, я не помню, где тут именно дорога. Сейчас, давай, где есть. у нас тариф экономный. мы тут на Таврии разъезжаем по всей деревне. Не, нормально, я вообще, кстати. Не знаю, выглядит она, конечно, как машина не для путешествий, но по сути-то, смотрите, она может везде проехать, ее не жалко. Почему не хорошая машина? Замечательная машина. А? Да не, нормально все. Мы на самом деле сами сюда приехали. А что, местные жители? Мы не. Мы просто так ездим, типа, вот по домам, которые заброшены. Снимаем. Здесь хозяин. Он не заброшенный? просто он там вначале вообще заброшенный открытый. Там, где он рухнул, он заброшенный. Здесь, пока хозяин есть. А там, где вот внутрь, его продали еще. Да? А там есть что-нибудь заброшенное? Там все действует еще. Там уже ехали. Почему вы приедете? Какой цель? Не, мы путешествие снимаем, типа, берем с собой спальные мешки, пенки, вот так вот приезжаем и ночуем, ночь проводим. В смысле? Ну, просто экстремальное. А еще с Москвы приехали. Вот. Экстремальное? Да. Как вам автомобиль? Автомобиль, да. Фантастика. Удивительно ли, как мы вообще доехали? Интересно, вы на экстрем едете в таком этом самом? Ну, это самое интересное, он еще ломается по дороге каждый. Фантастика. И вы сколько ехали на сегодня? 6 часов. Нормально. Обошли стражника. Знаете, страшно встретить на самом деле смерть с косой. Оказалось, что мужик с косой пострашнее будет. Нет, нет, с косой. Да. Не, на самом деле мне просто первая картина вот этого всего показалась достаточно напрягающая. Просто выходит мужик с косой вот так вот, пока я пытаюсь открыть капот на Таврии. Считаю, разведку мы произвели удачную. Теперь мы знаем, что туда не нужно. Там живут люди. Поэтому мне не просто так казалось, что слишком все хорошо покошено. Тем временем уже скоро стемнеет. Нам нужно поспешить с нахождением ночлега. Когда стемнеет, уже будет более проблематично. Так хотя бы мы видим, где какие здания. Куда гай зайти вот в эти. Как сказал мужчина, деревня полностью вымерла. Но как можем видеть, не совсем полностью. Но судя по его высказываниям, большая часть находится в полном запустении. Ты вон был в том доме? Че там? Руины. Значит, заходить мы туда даже не будем. Вон там вот еще должно быть несколько домиков. Не знаю, как они по состоянию. Заметил, что похолодало? Да, похолодало. У меня прям уже знобит. Уже хочется поскорее вкусно покушать и хорошенько уснуть. Да, можем видеть, что тут вообще прямо все достаточно давно заброшено. Вот какой-то дом находится прям в зарослях. Я думаю, что имеет смысл в него зайти, потому что он прям скрыт от глаз. Я думаю, если мы там будем даже очень сильно светить фонариками, нас навряд ли кто-то заметит. Вопрос только в том, есть ли там какой-то хоть что-то сохранившееся. Но выглядят такие вот поросшие дворы очень атмосферные. Вообще, вот так вот проходишь мимо, даже никогда не подумаешь, что в этом доме кто-то может жить, что тут вообще есть дом. Я вот чисто случайно увидел его. Ого. Как в дом заходишь, сразу теплее становится. Может в этом? А? Здесь прям тепло конкретно. Во, все какие коммунистические наклейки. Ого. Пипец, погляди. Вау. Офигеть. Плохой дом. Посмотри, тут все из СССР обклеено. Знаешь, как будто какой-то музей. Либо здесь жил дедушка коммунист какой-то. Товарищи, мы должны работать. Это правильно, Семен. Кто план выполняет тому талон на усиленное питание. И помните, план закон выполнение долг перевыполнение честь. вот это вот прям атмосферное помещение выглядит. Жалко, мало каких-то вещей сохранилось, по большей части только вот наклейки. О! Давай. Семен, успокойся. Это опасно. Смотрите, какое необычное подсобное помещение. Что там? Что там есть, что? Ну как. Тут какой-то сундук. Серьезно? Ну да. Реально? Реально. Ну, а ты его откроешь? На меня ничего нет. Газеты есть. Газеты нас не интересуют. Что? Какие? Очень старые. Какого года, посмотри. Давай, я выйду, да, давай, выходи, Семен. Давай, выходи, елочки. Ты меня закрыл, что ли? Эй, открывайте. Вот, берегу. Диан, открывай, не вынуждай меня выбивать. Ладно, открой, сейчас ты ее не выбьешь. Прочная, да? Да, тут ее неудобно выбивать. специальная, наверное, заготовка для того, чтобы шить по ней обувь. Давайте вот сюда заглянем. Такая вот книжка мне сразу кинулась. я думаю, заднего двора тут нету. Да, все обвалилось. Посмотрите, какой необычный подъем на чердак. Как будто лестница в обратную сторону сделана. на чердаке тут ничего особо нету. Какие-то заготовки с пряжей только. Остальное все пусто. Вот так вот выглядит задний двор. О! Я только что вот так обокатился и понял, что тут может стена отвалиться. Надо аккуратнее быть. Каждый дом проходим в надежде на то, что он окажется хорошо сохранившимся. Например, как вот этот вообще с целыми окнами. Судя по порогу, мне кажется, что здесь запустение полное. Но все равно давайте посмотрим. Спешить нам некуда. Ну тут неплохо. Тут диван есть большой, который можно очистить. Печка есть. К сожалению, стола нету. Стол бы пригодился. И вот такой вот скотный двор. Такое еще не вообще, что тут кто-то совсем недавно обитал. Вот эти вот дома находятся прям вообще в изоляции. Конечно, ходить по крапиве не очень приятное занятие. Ну, что поделать. Других вариантов у нас нету. Приходится так. Вот это вообще с самого входа выглядит уже очень интересно. Там вещей много, смотрите. Спичечные коробки разные. Это такая какая-то интересная упаковочка самодельная. Тут тоже, конечно, все разграблено, разрушено. Зачем люди это делают? Я никогда не перестану удивляться. Вижу уже, что дальше начинаются какие-то поля, поэтому вот этот дом, или может их там несколько, это уже такая последняя точка. Так, по этому дому сразу видно, что смысла в него заходить нету. Вот тут заканчивается сама деревня. там уже начинаются поля. И вот тут стоит прям в самом конце какой-то дом. На удивление почему-то как будто к нему идут провода. Возможно, что он хотя нет, но не может он быть живым, потому что просто как сюда добираться. И сейчас уже на траве начинает выпадать роса, поэтому я иду и чувствую, как у меня мокнут ноги. А может и вправду кто-то добирается как-то. Будет удивительно, если в таком отдалении дом окажется живым. Хотя по виду сомневаюсь. Колодец можем сразу видеть в паутине. Давайте посмотрим, что внутри дома. На наше счастье все открыто. Смотрите, какой столик. Столик это уже хорошо, нам для готовки пригодится. так, но к сожалению я не вижу никаких диванов или кроватей. Я думаю, что нужно сейчас уже идти к машине забирать рюкзаки с нашей провизии и уже походу в какой-то дом углубляться. Посмотрите, просто так живешь в доме, выходишь, а тут бескрайние поля. Такая тишина. Выглядит очень красиво. столько звуков всяких, птиц какие-то еще. Ни машин, ничего. Представляете, как тут всех таврия попугала. В какой дом пойдем? В тот? В первый? Мне СССРский понравился. ССССРский? Но там же нету ни столов, ни кровати, а там хотя бы диваны со стола. Давай туда. ССССРский какой-то жуткий. Не знаю, прикольно. Я бы очень хотел в СССР. Чего, ночевать? Ну, давай в СССРский. Ты запомнил, где он? Нет. Я думал, ты запомнил. Представляете, вот раньше в таких домах даже жили в 30-ти градусный мороз. Я сейчас заметил, что вот его утепляли какой-то глиной и промазывали между бревнами. В общем, смотрите, просто вот так вот отколупливается. Вот так вот люди делали. И тепло было, зимовали. Вблизи, конечно, выглядит не очень, но если отдалиться, то вообще не замечишь. Вон тут и сприглядеться вообще гнездо свили птицы на оконной раме. Смотрите, как мрачно выглядит деревня на закате. Отблики в разбитых окнах. Кстати, я нашел тот дом, где Семен хочет переночевать. В принципе, я посмотрел так, можно это сделать, только спать мы будем на печке. Там как раз такое укромное место. Если мы карематы постелим, то думаю, что получится. Но дом выглядит максимально жутко. Как ни крути, конечно. Я, если честно, околел уже. Просто ходишь и прям вот так вот про мозга. Вон, кстати, люди ходят. Люди за них ходят. Сейчас, походу, нам дадут тумаков. Надеюсь, что нет. Ладно, что скажем, что передачу в заброшенном доме. Как я не люблю общаться с местными жителями. Вы бы только знали. Вон, два человека идут. Не знаю, видно или нет. Но я вижу. Семен показал мне, что у него есть вот такая штука. Да. Короче, это шокер. Ну, Семен сказал, что он сейчас от диких животных или от диких людей. Он сказал, что он сейчас попробует себя ударить им. Семен, если ты это сделаешь, чтобы подписаться на тебя 100%, то все должны. Куда ты хочешь? В руку, наверное. В руку? Да. Ладно, пробую. Не знаю, через одежду пройдет или нет. Раз, два, три. О, прикини, проходит. Смотри, у меня бронежилет чисто не проходит. Так ты не прислоняешь просто. Прислоняюсь. Вообще похер, не проходит. Ладно. Хорошо. В чем ты безумец? Кому интересно, как и что произошло с Семеном после того, как он прикоснулся к себе шокером через майку беззащитного брезента, заходите в телеграм-канал, там я загружу этот видеоролик. Как только там наберется 10 тысяч подписчиков. Ссылка в описании. Не надо, бля, Семен. Ладно, это, конечно, все очень весело, но сейчас мы пойдем собирать вещи и уже идти обосновываться в один из заброшенных домов, как захотел Семен в дом коммунистов. И сейчас Семен, как всегда, выручит все и накормит нас. Я люблю, когда Семен ездит, потому что он постоянно готовит вкусную гречку. А откуда мы ее есть будем? С котелка. А, у тебя нету ничего? В смысле нет? Тарелок? Тарелок нет. Эх. Ну, смотри, в котелке есть два таких отверстия. Это сама кастрюлька такая и что-то типа сковородки. Она сойдет и за тарелку. О! А еще есть у меня ложка-вилка, так что кто-то из нас будет есть ложкой, кто-то вилкой. Замечательно. На улице уже практически темно, поэтому нам нужно поспешить. подошли к дому. На улице аж уже какой-то как дымка появилась. Наверное, это туман из-за того, что очень большая влажность. Да, конечно, не очень хотелось мне тут ночевать, потому что выглядит это помещение жутко. Отлично оно выглядит. Спать вон там вот будем, на печке. Надо что-то придумать, что-то обустроить. Вот стол есть, скамья есть. что-то конечно смастерить. Так, ну что, сейчас будем пытаться навести тут хоть немножко порядок. Получаем пригодную для сеждения скамью. как бы я старался конечно абстрагироваться, но усталость дает о себе знать. Сейчас уже где-то часов ближе к 11 наверное. Выехали мы в 11 утра. Спал я недолго особо. Проснулся в 9 плюс пришел суток. В общем, глаза я просто сейчас сижу вот так уже смыкаются. Хочется поспать. Поэтому я думаю, что когда мы будем ложить спать, я тут уснул с удовольствием. Потому что меня сейчас абсолютно все равно что тут главное просто лечь. Но сначала вкусно покушать. Сегодня мы толком ничего даже нормального не ели. Только какие-то бутерброды. поэтому ждем пока Семен освободится и будем приступать к готовке. Газовую горелку и баллон с газом я взял с собой. Так что думаю у нас все получится. Я уже сижу минут 20 и почему-то какой-то неяркий фонарик. Уже сижу в общем минут 20 и до сих пор нету Семена. Семен ты где? Где? Что? Нет я только слышу. А что ты там делаешь? Гамак я решил более по-харккорному себе выбивание сделать. Ё-моё. Я решил гамак сделать. Как-то так. Я правда не помню как он правильно делается. Я просто слухи слышал то что из него гамак можно сделать. Но вроде что-то наподобие гамака у меня получилось. Сейчас это все дело надо только закрепить. что-то не между двух столбов сделал. Не между двух столбов. Ну мне так очень понравилось. Ну ладно. Какие у тебя еще будут сегодня затеи? Какие у тебя еще могут сегодня затеи появиться? Гречку приготовлю а там посмотрим по сути дела. И вот тут ты собираешься спать? Да. А и как? А? И как же? Да. Я думаю сначала на дерево залить. Надо себя шокером еще ударить Семен. Ох так вообще ой 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 ну классно Семен будешь комфортно спать. А я что должен дома один? Ты меня за этим повез в дом СССР чтобы спать в палатке? Сам предложил домой с СССР и буду использовать палатку. Ладно хорошо я присоединюсь к тебе может там где-нибудь посплю. Так ну что это все что у тебя есть? Это все что есть главное не то что снаружи а то что внутри О гречка Там что-то выпало у тебя Что-то выпало у тебя вон соль соль Ну я предлагаю это все вскипятить на горелке газовой А ты думаешь не получится? Ну короче смотри сейчас мы тогда воду вскипятим вот выльем ее сюда и сюда чай сделаем и потом в этой как раз гречку нужно опускать в кипящую воду и как раз гречку пожрем Хорошо Ну еще самое лучшее шоночка О тут три и не облить меня кипятком хватит наверное поэконуй воду часть привкусом гречки но она еще там не полностью что такое что это падает но это не мы ты знаешь что это может падать тихо тихо бен со столом аккуратнее вот ты наушниками сейчас зацепил а что это падает все да крыс наверное бегают и животные белки едут медведь да вы не представляете насколько это вкусно может выглядит это все не очень но прям атмосферная и такая простая казалось бы еда может быть вкусной в таких экстремальных условиях вторая она уже готовая среди тут просто целая вот такая вот краска масляная краска масляная какая-то вообще старая запечатанная даже может можно посмотреть какого года в ленинграде произведенная не думаю что тут ну вот в общем да цена 4 рубля сколько-то копеек а год производства 88 год представляешь еще вот такая для наружных работ краска для дерева металла бетона дата выпуска декабрь 75-го года цена 5 рублей 20 копеек белый даже если честно не знаю как это распаковывается мне кажется гречка уже почти что готова ну что вот такое вот у нас лакомство получилось сейчас покушаем думаю будет очень вкусно я думаю даже не имеет смысла сомневаться в этом сейчас просто попробую первый да замечательно не евши целый день прям так что сейчас перекусим и будем уже готовиться наверное быстренько расстелимся и упадем на печке спать слава богу Семену покинул идея ночевать в гамаке на улице поэтому приятного аппетита кто ложится спать всем спокойной ночи спасибо спасибо как нам сказал Семен для счастья много денег не надо да всего лишь гречка и тушенка теперь я думаю что настало время расстелиться и уже отправиться спать сегодня был у нас насыщенный тяжелый относительно день возможно что мы очень сильно замерзнем но в общем спать я предлагаю вон там вот на печке дверь на всякий случай думаю закроем еще и вот так вот так спокойней замечательно я бы даже сказал я бы на самом деле вот так вот лег это это хвач палатка чувак что в смысле реально да нет это штаны семен ну четко четко я не знаю накрываться не буду пока вроде холодно может поспим чуть-чуть станет попрохладнее тогда я уже раскрою спальник спать очень хочется вот поэтому встретимся наверное завтра на рассвете когда уже будем куда-то ехать сейчас опять вот эти всякие стуки шорохи слышать всю ночь пугаться короче надо просто именно словить момент уснуть а уже потом ни на что внимания не обращаешь надеюсь комары не записать комаров в общем нет кстати это хорошо ну что доброе утро а ведь на секунду она начала тянуть в общем официально заявляю таврия умерла я думаю навсегда потому что у нее произошло я даже не знаю что сейчас мы просто ее заведем и вы все поймете надеюсь она не взорвется ну ладно починишься ладно я думаю нет смысла ее заводить в общем у нас в общем мы разгонялись вчера когда ехали сюда 100 километров как можете видеть я не знаю что это течет а ну это масло в общем не понимаю что с двигателем но по-моему он взорвался она не заводится не едет все начиналось с того что я газовал и она в общем не прибавляла скорости или очень медленно прибавляла скорость сейчас же она перестала абсолютно реагировать на педаль газа а когда я открыл капот начало все дымится и из него течет масло сейчас наша задача каким-то образом ее отбуксовать куда-то я не знаю даже куда сейчас будем вот так просто по прямой ее тащить оставляем здесь и как-то пытаемся добраться до дома ну все сначала она нас увезла потом мы ее везем все больше на таврии мы никогда не погатаемся да нет там там сдвиганом что-то на самом деле в душе я ждал этого момента когда что-то сломается настолько что это уже будет невозможно починить этот момент настал у меня даже сердце заболело после того что случилось в Таврии это самое дорогое видео которое я когда-либо снимал у нас сломался коптер у нас сломалась машина и сейчас мы поедем за очень дорогую сумму на такси так что нужно снимать то что осталось и вести с собой вместе с инструментами с рюкзаками короче одно хорошо то что это все не сломалось когда мы были в деревне заброшенной потому что если бы это произошло там оттуда мы выбрались бы не скоро выбрались но очень долго нам пришлось бы это делать смотрите что я заметил по-моему вот это так не должно быть просто почему-то болт как будто вылетел вот еще чуть-чуть его можно вытащить конечно все это градусов 100 температуры не знаю в чем тут дело может кто-то разбирается напишите но в общем мне кажется что тут либо прокладка двигателя не знаю расплавилась либо я даже боюсь я так оснулся и обрел палец да в общем печально конечно ну а че печалиться сколько в нее сил было вложено это просто ужас может когда-нибудь у меня будет машина но не скоро на этом видеоролик подходит к концу хочу подвести итоги и поблагодарить всех тех кто отправлял свои пожертвования и донаты в начале нашей поездки этих людей вы видите сейчас на экране большое вам спасибо а также хочу сделать объявление если вдруг кто-то хочет поддержать мой контент и может отправить какую-то частичку своего вклада в покупку новой машины все реквизиты будут в описании под этим видео буду благодарен каждому рублю потому что ездить на чем-то надо автомобиля сейчас нету да и времени мало а без автомобиля снимать что-то вообще очень проблематично получается может кто-то из Москвы московской области продает или у кого-то есть старый автомобиль ненужный который просто находится на ходу и готов там за какую-то символическую сумму мне его продать а может вообще подарить за какую-то благодарность в ролике пишите все обязательно в телеграм либо в комментарии я с вами свяжусь и мы с вами все обсудим всем большое спасибо за просмотр с вами инферниус надеюсь увидимся в новом видеоролике также не забывайте смотреть сейчас небольшое видео которое мы сняли совместно с Семеном субтитры помоги я в грязь субтитры субтитры тихо мы на военной базе а больше подробных роликов вы найдете на канале Сям Сямыч ссылка на этот канал будет в описании давайте поддержим Семена если вам понравились данные видеоролики на его канале их очень много поэтому заходите по ссылочке в описании и поддерживайте Семена своей подпиской спасибо спасибо